Основная деятельность – это развитие гражданского общества, просветительская деятельность, как, собственно говоря, во всех регионах России. Сейчас это новая волна, потому что, с одной стороны, мы планируем и центральный аппарат тоже сохранять те замечательные традиции, которые были, а они действительно… была четкая системная работа. И сейчас, конечно, появилось много нового. Во-первых, изменилась и внешняя среда, и новые технологии появились, поэтому мы постараемся в организации работы нашего севастопольского регионального отделения Российского общества знания учесть и одно, и второе. С одной стороны, замечательный опыт, который был раньше, а с другой стороны, максимально эффективно использовать те возможности, те технологии, которые сейчас у нас и не только у нас появились. Широкий спектр направлений работы, но если говорить о направлениях просветительской деятельности, то сейчас Координационным советом Российского общества знания утверждено 11 направлений – политология, космос, информационные технологии. Но количество их не закрыто, потому что многие региональные отделения на своих конференциях предлагали еще новые направления, которые могут быть. Я, например, сегодня планирую предложить добавить, во всяком случае, для севастопольского отделения тему, связанную с лотом, с морскими технологиями, потому что для нас, по-моему, это очень актуально и важно для каждого жителя Севастополя. В Севастополе таких талантливых людей очень много. Людей, которые неравнодушны, которые готовы передавать свой опыт, свои знания другим, обмениваться опытом. Поэтому надеюсь, что наше региональное отделение будет достаточно большим. Это и преподаватели, и студенты, и руководители учреждений культуры города Севастополя, и руководители школ, и даже представители законодательного собрания Екатерина Борисовна Волтобаева, которую, в общем, все хорошо знают, как выдающегося историка, политического деятеля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА